Мне нужно дать вам допуск до этого курса, где будет иметь доступ именно к этим материалам и к материалам обсуждения. Спасибо, я вижу, город Кемеродюш 5, 11 человек подключились. Я вижу, что город Анжирсуджинск подключился, но не вижу, сколько человек. Если не сложно, напишите, сколько человек. Новокузнец 8 человек, спасибо. Кемеродюш 2, 3 человека, хорошо. Ну и конкретнее уже Анжирсудж 2, 3 человека. И уже кто конкретно будет участником, вы мне на электронную почту, тоже также на здоркафедру, на электронный адрес можно выслать в списки. Чтобы уже были участниками. То есть вот такое небольшое вступление, конкретно что вы будете иметь от этого семинара. Но помимо сертификатов, я надеюсь, что вы будете, содержание вам будет интересно семинаров. Мы, педагоги кафедры, попытаемся вам предоставить интересный материал по различным технологиям. Один из технологий, который сегодня я представлю, это технология коуч-спорте. И как его применять, коуч-спорте. И с помощью этого технологии мы рассмотрим эту технологию внутри постоянно действующих семинаров. Если кто-то из вас, я думаю, что многие из вас тренеры-преподаватели, инструктора-методисты, те, которые сегодня присутствуют на вебинаре, используют различные технологии для того, чтобы мотивировать детей, чтобы удержать мотивацию, чтобы достичь какого-то результата. И этими технологиями вы также можете делиться на нашем постоянно действующем семинаре, форумах. Форумы у нас, сейчас я покажу, как это будет выглядеть. Вот, для того, чтобы вы могли общаться, обсуждать темы, задаваемые преподавателем нашими кафедрами, и вы сами делитесь опытом в своем сообществе, своего отдельного вида спорта. Здесь будет интересно на форумах, я приглашаю и вас участвовать в этих форумах, обмениваться своим мнением, обмениваться своим выполнением каких-то заданий и обсуждать. Критика здесь допускается, вот конкретно наши какие-то материалы, предоставляемые для рассматривания, для обсуждения. Я призываю вас обсуждать, я призываю вас задавать вопросы, и мы до истинных вопросов, мы до истинных все-таки доберемся. Почему же вот именно такой семинар я предложила вам начать с сентября месяца? В сентябре месяце, как известно, начинается новый набор детей, и приходят те дети, которые у вас занимались в предыдущие годы. Но после лета они, естественно, отдохнули, да, и где-то потеряли какую-то физическую свою форму. А что для тренера-преподавателя нужно? Чтобы увидеть, в чем, где, какие проблемы возникли у детей, и как решить эти проблемы. Поэтому вот именно здесь, вот в сентябре месяце, мы начинаем вот над этим вопросом. Коуч-технологии и предусматривается на достижение таких результатов, на достижение личностных компетенций личности ребенка, также и педагога. Поэтому вот эту тему, коуч-технологии, я и взяла на первый вебинар. Вот таким образом мы будем работать вот на таком дистанционном сайте, на такой странице дистанционной. Мы будем работать, обмениваться опытом. Если возникли вопросы, может быть, что-то я упустила, не рассказала. Если возникли вопросы, пожалуйста, пишите в чате, я отвечу по поводу организации в общем семинаре до декабря месяца. Пока я хочу задать вам вопрос. Много ли вы уделяете внимания на мотивацию обучающихся своих воспитанников? Если да, то, пожалуйста, в чате, либо нет, ответьте на этот вопрос. Или, может быть, вы уже какие-то применяете приемы, методы, технологии, чтобы вот этот контингент удержать спортсменов именно конкретно на вашем виде спорта. Ну, пока, наверное, думаете на ответы, да? Ну, разрешите мне дальше продолжить наш семинар. Хотелось, да, используйте, да, замечательно, используйте. Все-таки стараемся все больше и больше. Да, действительно, это одно из важных факторов. Все-таки удержание ребенка заинтересовать, замотивировать, предложить что-то интересное. Ну, и разрешите мне тоже сегодня вас замотивировать и предложить что-то интересное. Но мотивация у меня первая была, мною организована, мотивация того, что вы ожидаете от этого семинара, что вы в результате, я вам предложу в результате этого семинара. И также теперь я хочу проговорить по содержанию. Коуч. Вот обратите внимание вот на эту иллюстрацию. Вы видите росток дуба. Он маленький росток дуба. Этот росток дуба появляется из маленького семени. Мы более похожи на желудь, который содержит в себе весь потенциал, чтобы стать могучим дубом. Это высказывание Джон Уйтмур высказался таким образом. Я предлагаю рассмотреть вот это семя, вот этот росток дуба. Это ваш воспитанник, который к вам дети только приходят. Они приходят с большим потенциалом, но они пока не знают, какие они обладают возможности. Вы должны раскрыть, помочь ему раскрыть возможности, помочь ему обратить внимание, что же в нем заложено, какое развивающее развитие в нем состоит. Они пришли к нам еще пока не готовые к высоким достижениям, но желающие какого-то результата. И вот этот результат педагог сопровождает, наставляет, тренирует. Поэтому с английского слова коуч так и переводится настоятель, тренировать для специальных целей, репетировать, воодушевлять, содействовать. И дословный перевод, все-таки перевод с английского слова коуч – это тренер. Тренер ребенка, тренер самого себя. Для взаимодействия друг с другом – это тоже одни из форм данной технологии коуч. Работа тренер-преподавателя предполагается наличие умения обеспечивать условия, а это очень важно – обеспечить условия для успешной деятельности. Также и самомотивирование обучающихся. Именно коуч является наилучшим инструментом для достижения спортивных результатов и обучающихся. Обратите внимание, мы сейчас уже на этот слайд. Я хотела вас сначала переключить от наших воспитанников к нам самим. Все-таки те, кто воспитывает детей, должен сам быть успешным человеком. И вот эта успешность взрослого, она передается вашим воспитанникам. Поэтому обратите внимание на этот слайд. Здесь много факторов перечислены, которые мы находимся сейчас в нашей реалити нашего дня. Это высокий темп, в котором мы живем в таком темпе. Это стрессовые ситуации. Это отсутствие доверия, конфликты. Расширение управленческой роли и компетенции. Повышение эффективности сотрудников. Поддержка обучающихся. И здесь у нас именно идет обучение через всю жизнь. И наша ситуация сегодняшнего дня заставляет нас обучаться. Обучаться, чтобы обучение проходило через всю жизнь. Люди работающие иногда хотят, но лучше, когда они хотят, а не когда должны. И вот это нужно помнить и переносить это на наших детей. Они хотят заниматься видом спорта, но не должны. И мы это должны. Вот это слово успешности, кто преодолевает вот эти все наши факторы жизненные, он успешный человек. И вот эти факторы жизненные мы переносим на детей. И мы помогаем им справиться с их жизненными ситуациями. И далее, то есть зная все-таки достижения успеха в конкретном виде спорта, тренер обучает и сопровождает. Поэтому вот именно успешный тренер своим опытом, своим примером, он не назидает своим примером, но помогает ребенку. Он воспитывает и показывает своим примером о успешности. Особенно сложная работа в командных видах спорта, поскольку тренеру приходится участвовать не в групповой, все-таки в групповой командной работе, не в индивидуальных тренировках. Но здесь также может помочь технология коуч. И эту технологию коуч мы разбираем. И в течение всех семинаров будем разбирать и смотреть. Коуч – это стиль, можно сказать, педагогический стиль. Мы все-таки тренеры, но еще и педагоги. И это взаимодействие основное на равноправное партнерство, которое способствует раскрытию потенциала обучающихся. Я уже говорила, что только тренер может увидеть возможности, когда приходит этот маленький ребенок к нам. В любом возрасте человек, приходящий, может тренер увидеть, какой потенциал у этого воспитанника, у этого человека. Повышается ответственность. Ответственность не только как со стороны педагога, но и мы учим ответственность у ученика, у ребенка. Он должен тоже нести ответственность за свой результат, за свои ожидаемые результаты, за свою проделанную работу. Как взрослый несет ответственность, так и ребенок. Мотивация и эффективность в целом. Вот это самое главное, что сопровождается коучинг. Мотивация всего процесса. Замотивировать, удержать, заинтересовать. И главное, эффективность в целом показать его деятельности, ребенка деятельности, деятельность взаимодействия тренера с ребенком. Это работа как отдельного человека, так и с коллективом по постановке собственных целей. Коуч дает именно максимальному и быстрому достижению цели. Но чтобы достичь цели, нужно научиться поставить эту цель, научиться правильно ставить цель. Как тренер ставит цель, так и ребенок ставит цель. Мы взрослые сопровождаем ребенка. Мы помогаем ему поставиться и достичь этой цели. Иногда, когда мы ставим цели, мы ставим глобальные цели. И мы не можем достичь ни сами, ни ребенка. Ребенок на полпути сворачивает в сторону. Тут нужно определить конкретность и измерительность цели. Далее мы с вами об этом и поговорим. Именно о конкретности измерительности. Ну, чисто по такому мониторингу приведенному, люди используют все-таки свой потенциал всего на 30-40%. Но они не все знают о своих возможностях. А мы должны увидеть у ребенка и показать. Он должен знать на все 100%. И вот эта методика, коуч, создается на стыке. Вот этой вот психологии, философии. Можно сказать, что это вообще коуч, это философия. Это решение эффективных задач. Это раскрытие его личных деловых задач. Это новая дисциплина. Но, тем не менее, она эффективная. Она приводит к положительному результату. И мы должны достигать положительного результата. Актуальность в наше время, она высока именно этой технологии. Это подготовка успешного, результативного, коммуникабельного спортсмена. Наверное, вы согласитесь, что действительно спортсмен должен быть результативным, должен быть успешным, коммуникабельным. Изменение требований к нашей жизни, к нашему образованию. Мы тоже должны это учитывать. Новый эффективный стиль тренировок, а почему бы и нет. Отношения внутри коллектива, решение внутренних и внешних задач. Это всё актуально и это всё решимо. И с помощью различных технологий, одна из, опять-таки, обращаясь к сегодняшней технологии, это помогает решить эти внутренние задачи. Метод индивидуального развития личности. Но это действительно интересно, когда именно личность развивается индивидуально, когда мы раскрываем потенциал человека и повышаем его личной эффективности. способ достичь, как этот способ достичь этого результата. Кто нам поможет, кто нам скажет. Пришёл ребёнок к вам на секцию, и он хочет какого-то результата. Мы ему помогаем. Способ открытия самого лучшего в людях, особенно в команде. Взаимодействие в команде, это стиль управления командой. Это тоже своя технология и свой интерес вызывающий. Всё-таки, когда мы говорим о куче, это уважение и принятие человека. Это открытие стимулирующего и осознанного вопроса. Это рост развития личности. Как для взрослого, так и для обучающегося. Возможно, вот эта технология поможет и вам, как педагогу, работы и внутри коллектива, и с коллективом детей. Что даёт именно тренеру-преподавателю эта технология? Может быть, обойдёмся и без неё. Но давайте всё-таки рассмотрим, как с этой технологией мы будем работать. Индивидуальный подход. Мы с каждым ребёнком, мы сначала мониторинг проводим, на что он способен, этот ребёнок, какие возможности он уже показал. Потом выстраиваем какой-то индивидуальный маршрут. Предлагаем различные элементы, упражнения, предлагаем какие-то различные методы, приёмы. И определяем, на что он должен целенаправленно, на что он должен ориентироваться. Далее мы подходим к интерактивным подходам. Вы скажете, как интерактивом работать в спортивном зале? Да, это можно. Интерактив – это взаимодействие педагога. Интерактив – это взаимодействие, это взаимодействие именно педагога с учащимся. Это взаимодействие… Я даже сейчас подчеркну вот это вот взаимодействие, не получается меня подчеркнуть. Куда-то меня убежало. Вот взаимодействие не только педагога с обучающимся, но и между коллективом, обучающая с обучающимися. И вот это повышение, вот это повышение организации, она очень важна. Я научился с одним организовывать одного ребёнка. Я должен также организовать двух детей в паре, чтобы вот это взаимодействие в паре, это тоже нужно. Вот это тоже, это коуч, это технология коуч. Повышение мотивации, осознанности. Мотивация 100% должна быть, осознанность у ребёнка. Для чего ему это нужно? Зачем он пришёл? Не просто маму, папу привели, да? А именно я пришёл, зачем я здесь? Принятие ответственности за результат. Вот это принятие ответственности за результат, это очень важное, одна из принципов, одной из составляющих коуча. Ответственность самому за результат. Взрослый отвечает за общий результат этого ребёнка. А ребёнку, главное, он должен нести ответственность за личный результат. Я этого добился, я молодец. Нет, я не добился, у меня что-то не получилось. Значит, где-то я недоработал. И на это тоже нужно обратить внимание. Вот что даёт тренер-о-коуч. И ещё самое основное, что даёт тренер-о-коуч, это... У меня по ссылке не выходит. Это развитие компетенции. Развитие компетенции, они различные. Ссылку надо нажать на это. Развитие компетенции, они различные, развитие компетенции. Сейчас мы их рассмотрим. Их несколько ступеней. Ссылка. Ссылка. Нет. Это одни из... Это различные... Как установить цель? В чём она должна установиться? Мне нужны... Они должны быть содержательны и организационны. Они должны быть развитые. Но компетенции, они могут быть осознанны и неосознанны. Когда приходит к вам воспитанник, да, ребёнок, привели родителей, он ещё не понимает, что, куда его привели, для чего его привели. Это неосознанно. Вы ему рассказываете, показываете. Вы показываете среду. Вы показываете, чем будет заниматься. Вы показываете мастер-классы. Но это ещё неосознанно. Он, да, он смотрит на вас, он интересуется на первых порах. Но чётко у него не определено. Следующий этап, следующая компетенция. Это уже более осознанная компетенция. Тогда, когда он начинает уже заинтересовываться вот этим видом спорта. Да, мне интересно здесь, я проявляю интерес, я что-то, у меня получается. И самое, это уже проявление, можно сказать, что это не просто компетенция личности, осознанное, неосознанное, но умение, умение, двигательных умений. И далее, последняя уже стадия компетенции, это уже навык. Это уже достигший спортсмен, достигший чего-то. Здесь уже автоматизированный навык идёт. Вот они, они, развитие постепенно ступенями нашего развития компетенции нашей личности. Личности нашего обучающегося, личности ребёнка. Развитие удовлетворённости, результаты своих обучающихся, возможность создать качественные новые отношения в педагогическом коллективе с обучающими. Это всё даёт тренеру. Что же даёт обучающему? Всё, хорошо. Вот все компетенции мы развили у детей, мотивацию мы заинтересовали. Это всё мы сделали. Ну а зачем коуч, в принципе, обучающий? Только чтобы ответственность за результат нести? Нет, всё-таки вот коуч даёт. Самое первое – это формирование позитивного мышления, направленное на успех. То есть успешность – это самое главное. Уверенность в своих силах, уверенность в своих возможностях. Развитие стимуляции интереса к обучению, повышение мотивации учебно-познавательной деятельности, ну и вообще мотивация к спортивной деятельности. Формирование принятия ответственности за результат. Вот оно, которое мы говорили. Но самое главное – удовлетворённость результата. Я доволен своим результатом. У меня есть на этой стадии достижения, и я удовлетворён. Если я на первой малой стадии, вы отнесёте небольшое время до достижения этого результата, и он решит эту проблему, решит задачу, и он будет удовлетворён. Он дальше пойдёт. Вот, это самое главное – удовлетворённость своими результатами. Возможность создать качественное новое отношение в коллективе. Открыть собственные возможности. Вот это самое главное. Но и не только открыть, но и решить задачи. Этапы коуча. Ну, как вся технология, если мы имеем слово технология, и не имеем, и в сторону откладываем методы и приёмы, имеется такая логическая выстраиваемая поэтапно. На экране вы видите вот эти этапы. Этапы мы рассмотрим. Что это за этапы? И вот один из основных этапов, который стоит на большой ступени достижения и удовлетворённость результатов, это постановка цели и её реальность. Она должна быть реальна. Ну, а далее уже идёт анализ. Анализ с помощью инструментов. Мониторинг тоже с помощью инструментов. Мы с вами в течение постоянно действующего серии семинаров и сегодня рассмотрим вот эти инструментарии. А более подробно уже будем рассматривать в дистанционном формате. Принципы коуча. Всё бывает хорошо. Это самое главное. Плохих детей не бывает. Они к нам приходят, все талантливые дети. А далее мы уже рассматриваем, одарённый ребёнок или неодарённый. И предложить какой-то другой ему вид спорта. Но они все хороши. У человека есть все ресурсы для достижения цели. Это тоже самое главное. Они бескраничные возможности. Все намерены позитивно. Ничего не даётся просто так. Всё это привлечение внимания. И мы делаем наилучший выбор для себя. Вот это тоже достаточно важный принцип. Я делаю определённый выбор. И в этом выборе я уже стремлюсь и несу ответственность за свой результат в этого выбора. Изменения возможностей тоже так же неизбежны. Они всегда должны прийти изменения. Но мы должны всегда целенаправленно хорошие изменения. Но бывает в разной ситуации. Но изменения всегда должны быть. Чтобы сделать значимый и позитивный вклад, Это всё-таки относится к равному. Уделяйте внимание. Уделяйте, слушайте точку зрения. Бросать можно вызов. Заряжать энтузиазмом. Вот это и именно самое важное. Это уважение, доверие. Доверяйте ребёнку, и он вам будет доверять. И что из этого выходит? На слайде вот четыре вот этих вот слова, которые... Как он должен чувствовать ребёнка после того, как вы с ним поработали? Не это ли важно верить в себя? Не мы ли педагоги должны внести вот эту вот крупицу веру в себя? Уверенность, особенность, оценить его вовремя ребёнка. Вот тогда ребёнок вам скажет, да, я с вами, ты мой тренер. И будет обращать к вам далее, уже после окончания каких-то великих достижений, там, либо маленьких достижений, он к вам будет обращаться. Тренер талантов, тренер именно раскрытия нашего потенциала. Поэтому можно сказать, что мы тренируем наши таланты. Почему нет? Спортивный талант – это тоже талант. Это тоже одарённость детей. И можно смело назвать. Сам по себе какой должен быть педагог, чтобы понять ребёнка, чтобы принять в наше время детей? На слайде вы видите вот такие вот принципы педагога, характеристики, если хотите, вот так вот можно сказать, педагога, да, лидерское слушание, ведение целостной системы, используемая природная система. Почему бы нет? Это же всё наш потенциал. Наш потенциал педагога. Мы должны показать этому ребёнку эмоциональный интеллект, принцип, мудрость. Это всё идёт именно с ребёнком. Вдохновляйте и мотивируйте, помогайте другим слышать свой голос. И это тоже интересно. Искренне интересуйтесь к обучающим. Эмоциональная компетенция. Вот умение не вовлекать и не давать советов. Это тоже важно. Вот об этом хочется поговорить. Не то, что вообще не давать совет. Не навязывайте свою картину миру. Да, вы вот таким образом у вас опыт был, да. Вы можете поделиться опытом, но не надо говорить, что вот я такой, и ты должен быть такой, как вы. Да не будет ребёнок, как вы. У него своя индивидуальность. И он развивается в этой индивидуальности. Мы только помогаем, видим эту индивидуальность и помогаем дальше идти к успеху. Умение развиваться, мотивировать, наделять ответственности. Вот наша задача. Вот то, что мы должны обратить внимание на ребёнка. Самое понимать и учитывать особенности каждого ребёнка. Дети все разные. Абсолютно. Они вообще по психологическим характеристикам все разные. Это тоже нужно понимать и принимать, когда мы работаем с детьми. Умение слышать и слушать. А почему нет? Они приходят на тренирую, как вам. Вы их наставник. Вы их тренер. Вы должны всегда слышать ребёнка. И видеть ребёнка. Активно слушать, задавать сильные вопросы. Помогает определять цели, создавать планы, планировать решения, создавать идеи, переходить к действиям, держать фокус на результате. Вот наша задача. Вдохновлять. Снимать тревогу, стресс. Сколько тревоги, сколько стресса, когда ребёнок выходит на соревнования. Как вот это важно. Вот это снятие. Снятие напряжения. Уверенность в ребёнка внести. Даже соревнования не таких глобальных. Внутри школы соревнований идёт ребёнок. Всё равно чувство тревоги у него есть. Чувство стресса тоже есть. Знать всегда жизненную ситуацию у ребёнка. И обратную связь всегда иметь с детьми. Вот это тоже очень важно. Но ни в коем случае не игнорировать. Ни в коем случае не притворяться в такое вот косметическое слушание. Ну, такое ощущение, что мы вас слушаем. Избирательное слушание. Сейчас я тебя выслужу, дальше я не буду. Этого я выслушаю, этого ребёнка я не буду слушать. Самое главное, что надо выслушать ребёнка. Увидеть этого ребёнка. Быть другом для этого ребёнка. Будь примером. Всё-таки вот такой вызов, поддержка и осознанность. Вот это основа эффективного педагога. Вот это нас призывает технология коуч. А какими же инструментариями, которые я говорила, да, мы используем на практике? Это колесо, вот такое баланса. Колесо баланса. Оно применяется как индивидуально, так и групповых. Вот это вторая такая вот подгалочка, я её обвожу, вы видите, да. И следующее шкалирование, как инструмент самооценки и развития. Самооценка очень важна, когда ребёнок достигает какого-то результата. Линия времени, как инструмент планирования. И создание, поддержка среды, достижение цели. Клесо баланса, вот оно на первых порах. Вот сейчас оно самое для нас интересное. Почему? Потому что это один из мониторингов. Клесо баланса нам показывает. Ребёнок к нам пришёл, посмотрите в каникул. Пришёл вновь в нашу секцию. А мы должны увидеть, что он умеет. Вот с помощью вот этого колеса баланса мы видим, что умеет этот ребёнок. Вот это колесо, где составляет каждому... Что за колесо? Что за колесо? Убрать. Такое колесо составляет каждый ученик самостоятельно. Но вы, естественно, помогаете в дальнейшем. Здесь вы предполагаете... Вот я покажу, как это рисуется. Да, здесь вот на несколько берётся вот такое колесо. Здесь пишите, как по вашему виду спорта, именно умения, какие есть и что он овладевает. Вот в каждое вот это колесо. Вы можете ему уже готовые дать на первых порах, когда только приходит. А когда ребёнок уже у вас начал заниматься, уже какой-то период он у вас был, то вот в этом колесе вы предлагаете ему написать его умение. Написать умение. И далее вы уже рассматриваете, какие у него умения и как он себя оценивает. На какую значимость, на какую шкалу, так сказать, на какую цифру. Это на 1 до 10. Вот если ребёнок ставит 1, значит, конечно, умения ещё не достигли. А если ставит 10, это уже навык. То есть тут уже вы можете нарисовать вот такая, может быть, у вас ровная, как вот у меня внутри круга образовывается, что наравне у ребёнка умения и навыки, которые вы предложили, виды. А может быть такая вот различная кривая. Вот такая вот кривая. Ну, где-то у нас больше умения, где-то у нас меньше умения. Вот. И вот это колесо баланса нам помогает диагностировать детей. Чётко ребёнок видит, где у него, над чем нужно ещё поработать. И тогда с помощью вот этого инструментария мы уже рассматриваем индивидуальную карту ребёнка. Либо, ну, а если это брать, вот вы скажете, да, спортивные игры, там же не индивидуально, там команда. Мы для команды то же самое можем сделать. Вы видите, один ребёнок, да, в команде тянет команду назад. Почему? Нужно же разобраться, в чём ситуация, в чём это заключается. И тут вот тоже помогает вот это вот колесо баланса. Вот такое вот интересное колесо баланса. Это один из инструментарий. Чтобы вот это колесо баланса у нас не ушло, колесо баланса не ушло, мы должны конкретную, чтобы мы увидели результат вот в этом колесе баланса, мы должны научить ставить правильную цель. Вот эта цель правильная, она должна быть, вот, состоять из пяти таких факторов. Первый фактор – это конкретная. Второй фактор – это измерительная, достижимая, реалистичная, а далее определяющая по времени. Вот когда мы научимся с детьми ставить цель, сами ставится и ребёнка научим цель, тогда вот это колесо баланса у нас будет более ровнее, вот такой, как рук. То есть вот здесь вот, вот в этом умении ребёнок достигает своих результатов, достигает, извините, не результат, а своей цели поставленной. Что означает конкретная цель? Да она и означает, что должно быть чёткое. Для чего ты пришёл в спортивный зал? Не просто я регулярно посещаю спортивный зал. А зачем ты там посещаешь? Цель-то какая? Значит, нужно конкретную ставить цель. Я пришёл в спортивный зал, чтобы заниматься видом спорта определённым, допустим, баскетболом, да? Это конкретная уже цель. Я пришёл в бассейн, определяется бассейн. Для чего пришёл бассейн? Чтобы овладеть навыками плавания, различными навыками плавания. Это уже более конкретная цель. Также она должна, цель измеримая быть, поставлены определённые результаты. Не надо ставить там вот эту цель, которая не может измериться ни временем, ни промежутком. Вот есть определённая цель. Но если хотите, вот я сегодня тоже вам определённую цель, да, поставила какую-то по срокам, по измерениям. То есть вот сегодня у нас вебинар 15-го числа, чёткие прописанные сроки. И также здесь чётко прописана, чётко проговорена цель. Она должна быть конкретной и измеримой. То есть я могу это достичь. И здесь вот это шкалирование нам тоже поможет. Далее я покажу, что это за шкалирование. Оценивается от 1 до 10 баллов приближения к этой цели. Я выполняю технически правильное упражнение на 3 балла из 10. Но это ещё только приближение, но не достиг цели. А мне нужно, допустим, я поставил из 10 7 баллов, да, на этот какой-то элемент выполнить, на 7 баллов. Это уже ближе к достижению цели. Далее вот и хотелось мне показать вот это шкалирование, о том, что как достигать цели. Вот это мы определяем цель. Вот начало цели. Вот цель, которую у нас нужно достичь. Да? Здесь 1 балл, здесь 20 баллов. И мы определяем вот её, допустим, ну вот такой, здесь 20 баллов, здесь, наверное, даже не 10, ну я поставила, ну можно посередине поставить. Вот 10 баллов. И вот до вот этого результата на первых порах ребёнку нужно достичь. Ну можно первый вот этот результат. Вот этот промежуток времени с помощью вас, он достигает и радуется вот этому результату. Дальше вы определяете ещё один промежуточек. Вот она цель, промежуток. Он дальше ещё постепенно доходит до основной цели. Он, возможно, они, дети, по-разному дойдут до окончательной цели. Кому-то нужно месяц, кому-то полгода, а кому-то ещё и не один год, чтобы дойти вот до этой цели. Но тем не менее, ребёнок-то идёт поэтапно, он доходит. Вы не должны ребёнка одинаково всем ставить цели. Вы должны определять по его возможности. Для Пети вот это достижение цели, 10 баллов, ну, будет легко. И будет не очень достиг, да, и это ему дальше захочется. А вот Маша, она не сможет достичь. Для неё, её возможности не составляет достижение определённых, результат, возможности цели. И вот этот уже результат, он уже, мы ставим планку меньше. И пусть Маша достигнет вот этого результата и порадуется своим успехом. А дальше вы уже определите дальше, до этого результата. А вот один, который для всех общий результат, период может быть совершенно разный. Вот это и называется линия времени. Цель поставленная верно и хорошо представляет себе конечный результат. То есть где-то к этому времени мы должны освоить какую-то технику, да. Шкалирование, вот то, что предыдущее я вам нарисовала, да, вот это вот графический метод представления ситуации. Вы графически вырисовываете ситуацию, результаты и возможности ребёнка. И вот с этим инструментом, как и с инструментом шкалирования, так же с инструментом колесо, мы с вами будем работать на дальнейшем дистанционном. Я только показала, что это такое, да, а дальше уже будет инструментарий, предоставленный вам. И мы рассмотрим практические. Возможно, кто-то уже из вас это использует. И хорошо, поделитесь опытом, как это используется. А кто-то не использует, только начнёт использовать. Также хотелось бы увидеть, как это используется, каким образом эти инструментарии. Далее, какая ещё должна быть? Она достижимая должна быть цель. Они должны иметь возможность достичь поставленной цели. У него должны быть ресурсы для достижения цели. Вот это тоже главное. И задача педагога — помочь всё-таки продемонстрировать и поверить в себя реалистичное. Вот это тоже одна из важных. Она должна быть реальной, она не должна быть заоблачной. И чтобы она испугала ребёнка, он сказал, нет, я не буду, это нереально для меня, нереально мои возможности, нереально среда, которую вы мне предоставляете, она нереальная. Она должна быть реальной. Вот это тоже нужно обратить на это внимание. Она должна быть определена время. То есть это чёткие сроки, ну вот, которые я уже говорила, да, это чёткие сроки, когда у нас эта цель должна достигнуть. Коуч-технологии — это требующие большого опыта и серьёзного подхода. Это целая система поддержки обучающего. Это отдельные элементы, мы можем начать применять успешно уже сегодня. Но увидеть результат нашей технологии мы можем только за определённый момент, времени, где мы уже предложим. И вот в серии семинаров вот это и хотелось бы определить, каким образом у нас это всё начнёт работать. Либо уже, я повторюсь, либо уже выработать по этой технологии. А сейчас хотелось бы у вас узнать, вот то, что я рассказала, только общие сведения дала по коуч-технологии, но больше сведений будет и практическая работа будет внутри семинара. Хотелось бы сказать, может быть, кто-то это уже использует, такие инструменты. Может быть, есть уже какие-то результаты. Напишите, пожалуйста, в чате. Возможно, это коуч, это уже много лет она проходит. Вообще, если в историю обратиться коуча, это в мире он используется, он достаточно популярен. Он используется ещё в 20 веке. Это не новинка 21 века. То, что, может быть, и действительно вот эти все инструменты вы используете. Уже на дистанционном курсе, где я показывала, где мы будем с вами вот это всё работать, там уже есть опыт работы. Вот я сейчас в экране покажу опыт работы педагогов, которые уже начали работать с такими коуч-технологиями и разработали вот такие вот дневники. Дневники самонаблюдения. Наверное, видно, да, вот такие вот шкала. Именно ребята здесь сами отмечают свой результат. Педагог определяет период, временной период, окончательный период. А здесь это всё прослеживается. Вот этот опыт работы уже заложен в дистанционном курсе, постоянно действующем нашего семинара. Вы его можете скачать, вы можете изучить. Это дневник такой самооценки. У вас, я знаю, что многие используют это именно для своих воспитанников. Это свой личный дневник, где они своё состояние записывают, свой результат записывают. Ну, вот такие тоже способы, на такой инструментарий тоже можно выполнять. Ну, я жду от вас вопросов. Я закончила по обзорную такую лекцию по технологии. А теперь хотелось бы увидеть вопросы. Вопросы, либо кто-то уже это использует, вот такие вот моменты. или вы пока ещё думаете, да, что я не вижу в чате ничего. Так, хорошо, тогда ответим на такой вопрос. Нужна ли вот эта вообще технология? Может быть, это лишнее? И это неинтересно будет при достижении положительного результата, работая по этой технологии. Используйте дневник тренировок. Хорошо. Но в этом дневнике тренировки вы используете вот такие инструментарии? Я про дневник и говорю, что вас многие, конечно, используют. А вот интересно, как он заполняется, да, что там конкретно, да, состояние собственное, состояние, результативность какая-то они заполняют, да, дети? Вот Татьяна Викторовна ответила, да. То есть вот тоже используют дневники, да, результаты соревнований, да, вот это всё заполняется. А вот именно промежуточные, тренировочные результаты заполняются ли? Вот эти все инструментарии, они для заполнения промежуточные. Вот именно просмотреть тренировочный процесс. С помощью вот этого инструментария выстроить какой-то индивидуальный маршрут для тренировочного процесса. Как вам вот это используется? Конечно, да, используется. Ну, это замечательно. Для всех ли видов вот эти инструментарии, вот эти инструментарии, они хороши. Потому что я же вас призываю на семинар не одного вида, да, а у меня там несколько таких сообществ по виду спорта. Да, после блока занятий действительно вот эти промежуточные результаты вы записываете, ну и также можно графически. Также вы, скорее всего, записываете туда мониторинг, да, детей, какие пришли, какие возможности, какие у них умения, какие уже навыки. Ну и я вот предлагаю вот такие вот инструментарии, колеса, колесо баланса, на что нужно обратить внимание ребёнку. То есть не просто он записывает результат, но и должен как бы обратить на это внимание. Да, я тоже с вами согласна, что многие используются, но это не коуч, да, но сегодня вот вы узнали, что это коуч технология, значит, всё равно была полезна лекция. Всё-таки узнали, что это название коуч. Замечательно. Если вы уже используете такие технологии, я вас призываю поделиться опытом, потому что у нас на нашем семинаре, наверное, не все, которые с большим стажем работам тренер-преподаватель, но есть, которые входят только в наше педагогическое русло, тренировочное, тренер-преподаватель. И вот здесь вот очень важно поделиться опытом, рассказать, показать. Всегда что-то мы выполняем, да, и мы делаем ежедневно, делаем какие-то приёмы, применяем методы какие-то с детьми, мы работу какую-то организуем, но мы не знаем, как это назвать, да, и как её выстроить. Я думаю, что если вы поучаствуете до декабря месяца, у вас будет полная, как бы вот такая вот схема, составленный алгоритм, составленный вот этой технологии. Мы очень часто из всех технологий выбираем какие-то инструментарии, но не доводим до конца. Цель нашего семинара увидеть результат, увидеть вот эту вот окончательную оболочку на нашего вот введения вот такой технологии. Вот. Это тоже достаточно важно. Всегда говорю одну такую фразу. Мы обучаемся не только от, когда мы приходим на какие-то обучающие семинары, обучающие курсы, не только обучаемся у лекторов и преподавателей, мы обучаемся друг от друга. И мы, преподаватели, от вас тоже учимся. То есть мы учимся всю жизнь. Все взрослые учатся. И мы также ребёнка должны научить, чтобы он стремился к этому, к своему совершенствованию. А спорт – это совершенствование, согласитесь, это совершенствование личности. И вот эту личность совершенно мы должны воспитать. Чтобы воспитать, предлагаем такие вот технологии. В течение всего семинара мы будем обращаться вот на эту технологию. И внутри коуч-технологии мы будем применять ещё и другие технологии, которые востребованы положительному результату. Поэтому я вас призываю участвовать в постоянно действующем семинаре. я ещё раз напомню о бонусах. Это получение сертификата об активном участии. Также, если вы размещаете видеоматериал с мастер-классом, вы получаете сертификат в мастер-классе. А это бонус для повышения квалификации. Кредитно-модульная у нас существует такая система, где у вас убираются часы, которые уже освоены в течение трёх лет. часы по участию в постоянных действующих семинарах. Я думаю, что в течение вот этого периода до 15 октября у нас будет активная работа на нашем сайте. Вот именно в обсуждениях, в проблеме, в какие-то решения задач, обмена опытом. В каждой своей нише найдёт что-то интересное. Ну и сейчас я уже заканчиваю свою лекцию и хотела вам напомнить, пожалуйста, о своём дальнейшем участии. Вышлите на электронную почту с Доркафедра на электронную почту, вышлите, пожалуйста, данные с фамилиями, имени, отчества, преподавателей, который будет участвовать наших семинаров, чтобы я дала допуск до курсов повышения коллегии, извините, до курса постоянно действующего семинара, и там можно было участвовать. Понятно ли, где находится наш постоянно действующий семинар? Ответьте, далее поставьте плюсик, либо нет, минус. Хорошо, ещё. пригласим, обязательно. Хорошо. В чате вы видите ссылочку на нашу Доркафедру на адрес почтов электронной почты. Хорошо. Хорошо. Ну, это те, которые уже есть ли какие-то уже мысли по тому, как будет проходить участие ваше, активное либо пассивное. Потому что может быть активное, то есть именно в обсуждении проходить, да, там какие-то мастер-классы размещать, опытом делать. А пассивное просто прочитывать материал. Да, я понимаю, что это в диалоге, всё-таки это активно, да, ещё подумать, да, конечно, нужно ещё и подумать, да, смотря какой там материал, правильно. Я не тороплю, нужно это всё обдумать, не спеша, и всё это хорошо. Я думаю, почему я говорю про видеоматериалы, потому что всё-таки практика нужна, да, все материалы обычные, это есть материал, а практика, она нам важна. Поэтому если у меня, если будет возможность, я тоже буду выкладывать какой-то видео, интересный видеоматериал, но и также и вы своим видеоматериалом можете выйти туда. Ну, именно по теме, по которой заданы будут теми. Хорошо. Спасибо вам за участие в вебинаре. Я вас жду в дистанционном среде, но и также 15 октября у нас будет ещё один второй вебинар. Удачи вам всем! До свидания!